посмотрите пожалуйста вот когда двигатель выключена рычаг скорости переключается отлично сейчас заведем машину когда мотор заведена скорость переключается очень плохо когда скорость плохо переключается многие ищут причину в кулисе или коробке передач но часто всего причина троса сцепления есть разные тросики но в принципе везде одно и то же мы поговорим о примере такого тросика в этом видео мы постараемся разобраться в чем же причина когда скорость передач плохо переключается и постараемся разобраться как можно отрегулировать систему посмотрите это видео вы потом перепроверьте на вашем машине если убедитесь что причина в тросе тогда вы должны ее купить новое и заменить или постарайтесь продлить жизнь тросика если ваш тросик сцепление окажется очень плохом состоянии тогда лучше ее поменять на новую механики говорят что трос у меня саморегулировочная но по моему ни хера не саморегулируется у меня например плохо включается вторая и задняя передача главная причина недовижимость сначала снимаем трос сперва закрепляем держатели вот в таком положении многие подложивают вот здесь каким-то образом резинку или шайбу но это не выход когда скорость плохо переключается резинка вам поможет на очень короткое время так что лучше найти главную причину и увеличить если возможно тянем тросик на себя и стараемся держать тросик так потому что если нечаянно тросик передвинуть себя тогда конечная головка тросика выпадет из головы педали сцепления и потом придется лазить под рулем и очень трудно усадить на своем месте потому что там под торпедой очень трудно доступное место вот вы видите что мой тросик в плачевном состоянии я уже однажды ремонтировал ее придется купить новую и заменить но до этого постараюсь починить ее так чтобы добраться до магазина все продаются тросик сцепления одно одно временно вы разберетесь в чем причина и почему тросики портятся я сниму вот эти хомуты я их установлю когда ремонтировал этот трос этот тросик по моему она китайская или турецкая я купил два года назад заменил родную и нормально работал примерно год вот эта белая пластмасса выдвинуться вперед и медаль не вернуть ее на своем месте так сейчас включаем мозги особое внимание уделяем вот эту пластмассу смотрим внимательно и определяем не переместился ли в ту сторону если мы убедимся что она переместился и стоит не на своем месте тогда лечить нужно именно тут вот это расстояние слишком длинное и поэтому когда мы нажимаем на педаль цепления выжимное устройство около коробки передач не может въезжать с плиту до конца и поэтому скорость не переключается плотно плавно и тихо вот этот расстояние должен быть примерно вот таким чтоб скорость передач переключался нормально значит вот эту штуку мы должны примерно передвинуть вот здесь и не трудно заметить что когда тросик тросик было новым эта штука примерно стояла на этом месте каждый раз когда мы нажимаем на педаль цепления этот деталь из-за давления старается переместиться в ту сторону и этот расстояние постепенно каждый раз увеличивается вот и когда я ремонтировал поэтому и установили там хомотики как вы заметили когда тросик новый расстояние регулируется автоматически но всему есть свой предель вот поэтому и скорость не переключается нормально как вы уже догадались вот эту черную пластмассу мы должны натягнуть передвинуть на себя и зафиксировать в таком положении чем лучше мы ее зафиксируем от этого будет зависеть дальнейшая работоспособность строса сцепления когда я первый раз трос отремонтировал вот тут я тогда поставил хомутики и эти хомутики вот тут затерли защитную пленку но у вас пока так не будет для фиксации я буду использовать вот этот или другой китайский клей потом снова надену там хомутики повышен ли он я dropdownю чтобы они так же просили а и и а и Вот этот тросик должна свободно двигаться и будьте осторожны, не запачкайте все, когда клей наносите. Конечно, для фиксации вы можете придумать и использовать другой метод. Чем хорошо зафиксируется этот детал, от этого будет зависеть время дальнейшей службы тросика сцепления. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Потом вставим трос на своем месте. Не забудьте в конце снять вот этот фиксатор, держатель. Потом заводим машину и проверим, как скорость переключается. Если все в порядке, это уже хорошо. А если нет, тогда ищем другую причину. Если это вам не помогло, можно попробовать другой метод. Вот тут обмотаем, например, медную проволоку. Так, чтоб эту шаевую резинку зафиксировать в таком положении. Как вы уже догадались, мы должны регулировать вот это расстояние, пока не подберем оптимальное значение. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.